АК и для Закина, жертвуя мейнами, допустим, ну я не знаю, первая неделя это будет рандом полный, даже тот же бою и так далее, пока люди не повыкачиваются. Вот я знаю, там на сервере идут всякие бенетоны, изирарки, вот эти вот ребята, которые с лоу рейтов. Я их встретил один раз на x5, и это люди, которые две недели не участвовали в жизни сервера вообще, они просто выкачивались свинками без вара, пока не сделали себе определенный буст. Потом они якобы вышли на эпики, и вот мы такие красивые, мы все умеем, мы все можем, но нам было это неинтересно. Тот же пачка изирарки, да, на лоу рейте, насколько я знаю, ну по интерлюдам, они считаются очень сильным паком. Но я прошу прощения, я за вечер этот пак 30 раз в ПК убил, потому что они прятались по 4 спотам разным. И дело не в том, что я сильный, а дело в том, что они не хотели вообще драться, они даже не пытались. То есть мы на один спот пришли, они ниже перебежали. И вот такая вот игра мне неинтересна, это то, о чем говорил мидбой. Клан не Венусы, Мирка был хеллом, они плохо себя показали на x5. И я очень сильно был расстроен, кричал, что я ввиду это все имел, мне неинтересно, я ушел в итоге с этого сервера. Здесь же будет что-то смешанное, рейты x20, и в принципе они должны заставлять людей брать вар со старта сервера. Первые кабрио, первые халаты, галконды и тому подобное, чтобы там уже начинался движ. Вот если это все будет, то будет хорошо, сервер будет жить очень долго. Если опять же какие-то люди начнут прятаться, и мы там в два клана допустим будем драться, это все закончится плачевно. Потому что кто-то из нас будет побеждать, ну постоянно, во всем, везде, будет первым, и ему станет скучно. Определенные паки уйдут, и все. Ну и опять же зависит от других серверов, которые будут открываться. Кто-то решит, что старт не удался, я не хочу здесь играть, администрация плохая, кланы говно, 69 и так далее. Я пойду на другой сервер, и пиздец. Ой, я прошу прощения снова. Да ничего страшного, это уже в порядке вещей, да не первый. Так, в общем, огромное спасибо за то, что пришел, очень было интересно послушать. Я думаю, сейчас у нас, насколько я знаю, еще один клан лидер, и потом мы перейдем к трэшу. Нет, у нас еще два кумбилиера. Кота не заходят. Ты будешь оставаться... У нас еще Хелкет и Реквем. Экс, ты будешь оставаться на трэш? Что ты имеешь в виду под этим вопросом? Это как будет происходить? Ну вот видишь, внизу в мамбле у нас куча людей сидит. Нет, это еще не все. Но это еще не все. Мы туда заходим, задаем какую-то тему, а походу уже начнется. Так это же будет... Ну, сидит 13 человек, друг друга перебивает, все скучно, неинтересно. Мы в прошлый раз мутили. Ну, я, по крайней мере, мутила, когда они мне надоели. Ну, не знаю, даже не знаю. Ну, это нужно разбавить, понимаете? Вот эти вот СКЛ, это все посредственность. Я уже все сказал, да, там кто-то будет опровергать мои слова, это будет неинтересно. Вот если бы мы сюда позвали определенных людей, которые сделают этот вечер ай-яй-яй, каким прекрасным, вот это был бы трэш. А ты на кого сейчас намекаешь? Ты уже скажи откровенно. Робину. Нет, ну, мы можем Робина, вот да. Я бы с Робином пообщался очень хорошо. Ну, потому что Робин сказал, что убивал мой клан. Где-то, когда-то убивал мой клан. Я на сто процентов уверен, в каком бы состоянии я ни был, трезвый или пьян, этого не было. И вот этот вот, ну, вот эта вот игра на публику, я бы ее обсудил. Потом можно сюда позвать еще какие-то там, вот, Фарот. Очень серьезная личность на просторах интерлюды. Если вы с ним не знакомы, то это бы, ну, помогло серверу в первую очередь, мне кажется. Вот, Гудлайк Нуб, Фарот, Ченджела можно еще позвать, плеймейкер, когда-никогда у него бывает простреливает что-то. Есть еще масса интересных ребят, в принципе, вот, Ракун мне что-то там пишет, ну, ICQ тоже разрывается. Можно устроить очень веселый движ. Можно даже не в Мамбле этом, можно у меня в Вентриле. СНГ я там тоже писал, мы хотим трэша, вау-вау-вау, давай сделаем весело. Ну, я понял, в принципе, что ты имел в виду, то бишь, мы зовем одного Кээла, внизу сидят, допустим, остальные, он затрагивает какую-то тему, и мы подзываем, так скажем, второго клан-лидера, чтобы они устроили какую-то дискуссию. Ну, как бы, разбавляем. Ну, можно и так. Так, ну, это пока что позже, сейчас уже нужно, наконец-то, завершить наших Кэлов, которых осталось хотя бы уже двое. Наконец-то. Ну, я очень был бы рад, если бы ты остался, я думаю, хоть что-то добудет. Да. Здесь есть одна мадам, которая будет не рада, если я останусь. Может, я попозже подойду, не знаю. Не, ну, ты пока с мадам разберись и подойди попозже. Ой, не знаю. Мне кажется, это будет скучно. У вас тут правила какие-то? Какие правила? Нет, на Трэше правил нет. На Трэше нет правил. Так, а это все на стриме будет? Да. Тебе забанят канал, дружище. Один раз уже было такое, что не забанили. Да ничего страшного. Там просто сидит Антон. Антон. Все его знают. Букач, который. Да, да, да. И будет довольно-таки весело пообщаться с ним. Ну вот поэтому не уходи. Я думаю, минут через 20 мы уже начнем. Да, нет, побольше бери. Вы мне только... Вот я приду. Только при одном условии. Если вы мне сделаете хотя бы 5 минут с Робином. Приват. Да, приват. Приват не станет. Зазывай Робина, потому что он куда-то вышел. Напиши ему в чате на стриме и, пожалуйста, сделай. Я не общаюсь с этим молодым человеком. Тогда я найду его. Все, да, ищи. Ну, все, я думаю, экскюзми.